В общем, история с Катынским расстрелом, наверное, одна из таких историй, вокруг которой столько лжи было сознательно, искусно придумано, то есть на эту ложь было потрачено столько усилий, что неудивительно, что столько времени уже прошло, а правда до сих пор во всей своей однозначности не произнесена. Начиная с материалов Нюрненбергского процесса, где видно, что медицинская экспертиза показывает невиновность советской стороны при помощи специально подобранных врачей, выдвигается нужная версия. Много лжи было в дальнейшем. Меня больше всего поразила такая вещь. Я когда-то это прочел у Гасана Гусейнова, что известная героическая деревня Хаты в Беларуси, которая была сожжена нацистскими войсками. Да, такая деревня действительно была, как и множество других деревень сожженных, но что был построен мемориал, и ее стали специально героизировать, выдвернули из числа остальных деревень специально в пропагандистских целях, чтобы у советских граждан, которые где-то слушали западные голоса, где-то какая-то информация просачивала, чтобы у них смешались в голове понятия «катынь-хатынь». И что на самом деле вот эта героизация была придумана к 20-летию Победы, когда, собственно, и начались все такие форсированные праздничные мероприятия при Брежневе. Я просто не поверил, когда это прочел. Я взял большую советскую энциклопедию в 50-х годах и пошел искать «Хатынь», и «Хатыня» там нет. Действительно, «Хатынь» появляется в советских энциклопедических словарях, начиная с второй половины 60-х годов. Вот это меня буквально потрясло. Ну, то есть это такое, такое профессиональное зло, да, и оно уже связано, как бы вот уже непонятно, что страшнее само это насилие, да, или нагромождение лжи для сокрытия этого насилия. Вот, ну и как-то, несмотря на то, что при, уже после того, как большевики ушли от власти тысячи раз, там, самый разный президент, а, нет, еще при Горбачеве даже, да, вроде бы начали признавать, вроде бы что-то стало сдвигаться, тем не менее окончательной точки нету, да, и вот нынешние власти, у них как бы такая концепция. Мы говорим о репрессиях внутри страны, и Путин, и Медведев об этом говорили, ну, и Ельцин, понятно, вот, что это зло, сталинские репрессии там в отношении собственного народа, но все, что сделал Советский, все, что бы не делал Советский Союз во внешнем мире, да, во внешней политике, это все остается, как бы, вне зоны критики. Вот, ну и хорошо бы, чтобы это когда-нибудь просто закончилось, и мы уже точку в этом деле когда-нибудь увидели.